ОМТВЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. BBC и Медиазоны поименно подтвердили ликвидацию в Украине более 5-10-1 тысячи рашистов. К 19 апреля по открытым источникам, публикациям местных властей, СМИ и родственников удалось подтвердить 51 тысячу 96 российских спецобосранцев. Из них 43% не были связаны с армией на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. 18% от этой цифры приходится на заключенных – это более 9 тысяч, 13% – добровольцы, а еще 12% – это мобилизованные. Как отмечают журналисты, число подтвержденных еженедельных потерь превышает средние показатели 2022 года. Это связано с тем, что ВСРФ все чаще использует тактику ЧВК «Вагнер», а именно бездумные мясные штурмы. Реальное же число уничтоженных в Украине оккупантов гораздо выше. Напомним, что в Афганистане советская армия с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года потеряла 15 051 человека. Потерь в вооруженных силах России нет. Безумная история в Уссурийске. Теперь серьезно. Там 48-летний мобилизованный Евгений Лесков отказался от участия в войне. У мужчин ряд заболеваний. Он не хочет воевать. У него семья, в конце концов, и трое детей. В общем, нормальный, вполне нормальный человек. Как говорит его жена, он был готов скорее сеть в тюрьму, чем ехать воевать в Украину. Но командование это не устраивало. 15 апреля его закрыли в казарме, отобрали документы. А вчера в наручниках за спиной затолкали в автобус и повезли в аэропорт, чтобы перебросить границы. Об истории написало издание Астра. По их данным, в той же части насильно удерживают еще 43 человека. Все это военные. Многие из них написали отказ от участия в боевых действиях. А вот число пострадавших от рук, вернувшихся с войны, героев СВО, к сожалению, растет. Особенно, если речь идет о бывших зэках. Они не только убивают, но и избивают, насилуют и просто запугивают людей вокруг себя. Это выглядит не просто тревожно, а уже угрожающе. Почти каждый выпуск мы вам о этом рассказываем. Но все это страшно для нас с вами, но не для Кремля. Песков говорит, что вопросы проявления домашнего насилия со стороны участников СВО Кремлем даже не обсуждаются. Ну, они не видят в этом проблемы. И все эти люди ведь не к ним домой возвращаются, не в Кремль и не им с этими героями СВО жить. Тем временем в Санкт-Петербурге дали 7 лет колонии физику Александру Куранову. Его судили по статье о госизмене. О деле мало что известно. Напишут, что Куранов занимался разработкой гиперзвукового летательного аппарата АЯКС. По версии следствия, он передавал какие-то секретные сведения какому-то иностранцу. И скорее всего речь идет именно про АЯКС. Так это или это не так, мы не можем утверждать. Во-первых, потому что российскому следствию доверия нет. Во-вторых, потому что статья о госизмене регулярно используется для преследования просто неугодных Кремлю людей. А государство продолжает строить планы на наших с вами детей. Хочет воспитывать в них традиционные семейные ценности прямо с детского сада. В трех регионах, в Курской и Липецкой областях, а также на Магадане запустят пилотный проект. Называется он Игротека. Шутливое доброе название, но планируется там учить детей правильно играть в правильные игрушки. Например, с куклами можно играть только в дочке матери и никак иначе. Обещают даже разработать ГОСТ на правильные игры. Кто придумал такую ересь, спросите вы. Это депутат Татьяна Буцкая из Единой России. Вот она на рабочем месте, она трудится. Перенесемся в школы и посмотрим, что там, а там еще круче. Там снова ставят детей на колени. На этот раз в рамках Дня памяти о геноциде советского народа. Детей при этом выстраивают в форме пятиконечной звезды. Или пентаграммы. Вы видите примеры из разных уголков страны. При этом агентство, это издание, оно нашло около 300 подобных фотоотчетов. Я напомню, что День памяти геноцида советского народа назначен на 19 апреля. Однако важно помнить, что это абсолютно искусственная дата. Путин придумал ее в 2021 году. До вторжения в Украину тогда оставалось меньше года. И власть раскручивала как бы нарратив о нацистах, которые ненавидят нас. И только и думают о реванше. Для поддержки этой кремлевской повестки бессовестно сейчас используют детей. И для чего-то ставят их на колени. К чему приводит пропаганда? Милитаристское воспитание хорошо видно из трагической истории из Красноярского края. Там курсант МЧС изнасиловал и убил 16-летнюю девочку. Это было еще в 2022 году. Сейчас суд вынес ему приговор. 21 год. Колонии строгого режима. И молодой человек сразу попросился на войну. Ну, чтобы избежать длительного заключения. По закону он не может отправиться в Украину. Но семья убитой девочки боится, что он все-таки избежит наказания. Мы знаем тысячи примеров, когда Путин отпускал из тюрем на войну убийц и маньяков. Так что опасения абсолютно резонные. Российские коммунальщики доблестно продолжают пресекать диверсии у кронацистов. На этот раз была выявлена желто-синяя качеля на детской площадке в Нижегородской области. Прямо под окнами детского сада и школы. А недолго враги куражились и раскачивались. Несмотря на ливень, желтый цвет был закрашен. Буквально на следующий день после того, как на качеле был написан донос. Донос, правда, шуточный, но реакция серьезная. А теперь это половина качелей красно-зеленая. Видимо, в знак дружбы с Республикой Беларусь. Я бы обратил внимание еще на зонтик над песочницей. Что-то в нем есть радужное. Непорядок. Власти, разберитесь, пожалуйста, официальное обращение нашей редакции. Освободителя, который вернулся из Украины, обворовали и украли все, что он наворовал. Даже самое святое, самое ценное – унитаз. Разруха, все разбросали, теплый пол весь повырывали, блок с него сняли, вырезали. По большому счету дома не осталось почти ничего. Не-не-не, Саня, вообще не так. Твой дом превратили в то, во что ты превратил чужие дома. Вот так будет правильно. Эта комната осталась в том же состоянии, в котором она была после грабителей. Хозяева дома пока не успели здесь убраться. Поехал в чужую страну грабить чужие квартиры. И теперь Саня оказался ограбленным. Это карма. Как видно, преступники сломали здесь диван, разбросали игрушки, другие вещи. Общий ущерб от ограбления пострадавший оценивает в более чем 1 миллион рублей. Самый дорогой ущерб – это был автомобиль, дизельный генератор, дизельная пушка, то есть весьма дорогая. Саня полторы тысячи километров. Через 36 блокпостов этот генератор тащил. Специальное окно ждал на российской границе. А его взрослые украли. Вопиющая несправедливость. На нашем же участке есть у нас пристройка, в ней много инструментов рабочих находилось, и дорогого, тоже качественного, тоже это все вынесли. Но вынесли уже, залезли они сюда повторно. То есть уже после следователя, после всего, когда это все прошло, мы это уже запечатали обратно, они повторно зашли. Вон то помещение, которое у нас на участке находится, вскрыли, из него уже забрали то, что не забрали в первый раз. Не забрали, Сань, не забрали. Отрицательно подарили. Это спецоперация. Пока Саня третий год берет Киев за три дня, его квартиру взяли уже дважды. Эти персонажи, получается, вынесли весь шкаф полностью, весну детей переодевать и одевать не в чего. Я сам сейчас в жилетке хожу, потому что даже мою одежду забрали. Даже до смешного они сняли унитаз. Ты смотри, на самое святое руку подняли. От бессовестное. То есть, зачем, для чего? Один момент интересует. Где мораль? То есть, я убываю добровольственное СВО, то есть, я воюю в чужой стране. Где мораль, никак не может понять Саня. Я поехал в чужую страну грабить. А меня ограбили дома в моей. Я унитаз домой притащил. А у меня унитаз украли. Я генератор этот 50-килограммовый на спине еле-еле по блокпостам дотащил. У меня и генераторов залезли, украли. Где мораль, непонятно. Я на чужой земле буквально кровь свою проливал за свой народ, за свою республику. То есть, за жителей нашей Бурятии. А по возвращении оттуда я обнаружил, что меня вскрывают дома, угоняют машину и обчищают его. То есть, где мораль? Где мораль? Военному преступнику непонятно. Уважаемые товарищи. Хочу сказать, что специальные военные операции идут в строгом соответствии с графиком. По плану. На самой Украине сегодня при этом праздник очередной, как им кажется, перемоги. Спикер Конгресса США Джонсон, который назвал себя политиком военного времени, похоже, созрел. И все же решил одобрить законопроект военной помощи Украине. Это тот самый законопроект, который выдвигался в марте и был поддержан главным республиканским русофобом Линдси Грэмом, а значит и Дональдом Трампом. И который немногим отличается от сенатского, принятого в феврале. А потому этот законопроект сразу же поддержал и Байден, и все остальные демократы. Продолжение следует...